Вместо разрушенного клуба – излюбленное место отдыха. Благоустроенный сквер молодежный появился в поселке Силикатном Сенгелеевского района в прошлом году. Работы было много – со сноса ветхого здания и до установки лавочек и скамеек. На благоустройство было потрачено около 8 миллионов рублей в рамках госпрограммы формирования комфортной городской среды. Лавочки поставили, пиар-фигуры, арка сделана по индивидуальному заказу. В общем, жители довольны. На этом жители поселка останавливаться не собираются. Уже подготовили план благоустройства соседней площади флагов и аллеи Ленина. С ним ознакомился губернатор Сергей Морозов. Планируем мы здесь на асфальтирование выделили 2 миллиона 200 тысяч на эту площадь. Здесь мы будем проводить асфальтирование и флаги. То есть уберем старые флаги и новая конструкция будет выглядеть так. Из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса большинство работ по уборке и ремонту пришлось приостановить. Поэтому администрациям районов поручено скорректировать графики проведения благоустройства. Все запланированные работы, по словам губернатора, должны быть завершены до 1 сентября. 357 миллионов рублей, 4 десятых, будет направлено в этом году на организацию федеральной церковной программы «Комфортная среда». Софинансирование федеральной 97 на 3% на регион, это значит 346,7 миллиона мы получим из федерального центра и 10,7 миллиона – это средства областного бюджета. На эти средства в семи районах области будут отремонтированы 16 общественных пространств – это парки, скверы, бульвары и аллеи, а также 98 дворов. В списке работ – ремонт проезжей части, пешеходных дорожек, строительство заездных карманов, установка детских площадок, топиарных фигур, лавочек и урн. Анна Тищенко, Даниил Сурков, Новости Улправда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok